Доброе утро всем! Чем я тут занимаюсь? В общем, решила с камеры перекачать все файлы, чтобы потом монтировать. Думаю, сейчас скачаю, чтобы начать новый влог, а потом начну монтировать. И чё? Перекачала и начала монтировать. В общем, сижу, монтирую. Да, моя рыба сладкая. Хотя не позавтракала ничего. Спала так ужасно. Вообще, какие-то сны дурацкие снились. В общем, очень плохо спала. Перевозбудилась, скажем так. И всё, потом не могла уснуть. Нифига. Потом... Ну, здрасте, ну, здрасте. И чё? Ну, и чё дальше? У меня просто патчи наложены, чтобы убрать небольшой опухоль с глаз. Да, моя рыба сладкая. Ай, на них заски нет. Вот. И плохо спала, перевозбудилась, скажем так, и не могла уснуть. Ну, проснулась где-то в девять. В общем, да. Сегодня у меня недосып. Вот буду домонтирую сейчас уже немножечко и буду загружать. Приятного просмотра вам, друзья. Жду от вас комментарии. Хотя это уже выйдет влог, когда вы, наверное, посмотрите видео. А если не посмотрели, то оставлю ссылочек в описании. Сегодня вообще пляжный день. Но у нас кое-какие дела на после обеда, поэтому на пляж не получится. Вот. Завтра. Ой, сегодня нет. Завтра. А я, знаете, что хочу. В общем, смотрела я эти все машинки. Стиральные, прачечные. От комаров. Вот. Они в основном на 7 килограмм, есть на 14 килограмм. Моя машинка на 8 килограмм, но туда все 20 влезет. И поэтому я сейчас мое вот это вот одеяло буду в своей машинке стирать. Я его постоянно, в принципе, я его каждый год в своей стираю в машинке, поэтому не впервые. Но я думала, знаете, там будут больше машинки такие вот, потому что барабан, ну, совсем небольшой. Вот. И что-то туда влезет, и оно будет свободно плавание. Но нет. Так что буду стирать здесь. А вот. Ну, я ставлю на замачивание. Ну, то есть, ставлю просто стирать. Без центрифуги, без всего. А потом приду, я сейчас пойду с Чарли гулять, и надо свою машину забрать. Потому что муж-то вчера уехал с одного места. Какая красота! В общем, машину на моей доехал до своей машины, взял свою машину и уехал по делам. И мне сейчас нужно забрать свою машину. Смотрите, какая красота вообще! Классные! Они к солнцу тянутся, видите? Правда, здесь у меня не особо солнце, но здесь комфортное место для цветов, потому что не особо солнце есть, и не выгорает все, потому что у нас на солнце все просто горит. Да, Чуча, да? Что? В чем дело? В чем дело? В чем дело? В чем? Расскажи. Расскажи, Снегурочка, где я была? Заодно погулять, правда, сейчас уже очень жарко. Но ничего. Я жару люблю, так что вперед! из песни. Можно и без песни, как получится. Вы знаете, сейчас смотрю Инстаграм, везде вот, Ютуб, везде вылазит, что парад в честь победы над Великой Отечественной войной или Великой Отечественной войне. Вот. Для меня это такое безрассудство, это такое, я не знаю, неуважение к народу, к людям. Это вообще к чему вот этот вот весь парад? Я, конечно, понимаю, что там победа это очень важно для нас, ну, для россиян, да, память, все дела. Почему я только начала говорить, ветер паду. Вот. И блин, да что ж такое-то ветер? Но в то время, когда в России по 7, 8, 9 тысяч зараженных в день, мне кажется, этот парад совсем неуместен. Тем более, 9 мая уже прошло. Если бы правительство хотело как-то отблагодарить ветеранов, как-то напомнить то, что их все-таки, ну, как они их помнят, то лучше бы все деньги, которые были потрачены на этот парад, на эту показуху, раздали бы этим же самым ветеранам и людям нуждающихся. Потому что я не знаю, для каких ветеран это устроено, вся эта показуха, потому что в первую очередь вирус атакует этих же стариков, этих же ветеранов. И вообще у меня слов нету, вообще какой парад, какой праздник, что отмечаете? Ну, уж если уж не отметили 9 мая, то можно и перенести вообще куда-нибудь подальше. Какие деньги, столько денег потрачено, на что, чтобы показать что? Что помнят о ветеранах, но я еще раз говорю, эти же деньги, которые там я вообще слышала, миллиарды потрачены, раздать их этим же самым ветеранам, сделать им условия лучше для проживания, а не убивать их вот этим вот своим парадом, потому что мне кажется, завтра будут еще больше зараженных, хотя в России мне кажется, такие пофигисты все, есть еще очень много людей, которые все так же говорят, что вируса нет, вообще это бред какой-то, в общем, трындец, кому это, я вот когда смотрю в инстаграме, что этот парад, у меня не радость, у меня не гордость, а у меня какой-то, знаете, вы что, дураки, что ли, или вы как, мне кажется, нормальные люди, нормальные страны будут над этим смеяться, и только как бы, ну я себе вот вообще не представляю, что в Испании, у нас сейчас по 100 с лишним человек зараженных, это не 8, не 9 тысяч, и все равно никакие праздники не устраивают, никакие показуху не делают, только для того, чтобы народ, ведь те же самые старики, не померли, потому что 95% от этого вируса умирают старики, вот, и я не знаю, может быть, есть люди, которые меня сейчас заплюют, типа, я не знаю, там, я не чту свои, вот я ради них-то и говорю, потому что старикам им этот парад ни хрена не нужен, ни хрена не нужен, в общем, пипец какой-то вообще, у нас, знаете, в Испании, помню, на 8 марта были все как манифестационные вот эти вот, ну, за права женщины, все дела, чуть ли дела не до суда дошли, что нужно было отменить, что уже в Китае, в Италии уже была пандемия и все такое, и надо было, искали там, кто я все это делал, и чуть ли не до суда все дошло, а тут раз и парад, ну, как это, такая безответственность со стороны правительства, это вообще, я вообще никогда не выражаю свое мнение по поводу вот этого всего российского правительства, ну, тут я просто возмущена до предела, это как вообще, это жесть, да, блин, развитая страна. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду, и сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду, видно не судьба, видно не судьба, видно нет любви, видно нет любви, видно надо мной, видно надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты. Это в тему ветра. Такой прям хороший ветерок дует, здесь не дует затеплиться, и гулять комфортно, не чувствуется жарить, а вот если бы не было ветра, то ух, мы бы поджарились, Чарли правда и так поджарился, ему жарко в его шубе, но встречу я ему не буду, мне кажется у него не такая огромная шуба, чтобы было ему невыносимо жарко. На обед у меня сегодня жарю крокетасы, которые сестра мужу давала, вот, и я вчера фунчозу себе отложила маленечко, будет у меня еще фунчоза, такой вот обед. Мы уже управились, по делам ездили, вот, и у меня сегодня стояние-не стояние из-за того, что плохо спала, и здесь на пятачке погуляю с Чарли немного, кстати у нас вот открылись уже площадки детские, ну знаете, очень много этих вспышек вируса, поэтому не знаю, что к чему приведет, иногда даже начинаешь пугаться. Сейчас приду новости включу, потому что у нас вчера праздник был, и все равно же есть безответственные люди, которые перлись наверное на пляж или еще что-то. Посмотрю, в общем, что там, про что говорят, пока там Чарли свои дела делает, кстати, пойду за ним убирать. И все, и домой пойду отдыхать на мою черешню и как налопаюсь. Вот. И будет мне хорошо. Намыла себе не вишню, а не черешню, а сливы. Они такие малюсенькие, смотрите какие, как черешня. Так что надо есть, они уже наверное вот это вот с червячком даже. Ну что, я приготовилась к чему? На пляж завтра собралась. Мне кажется, уже пора. Я краску принесла с работы. Буду краситься на днях. Вот. Так что завтра, друзья, я на пляж собираюсь. открывать надо уже сезон пляжный. Или как пляжный, да. Вот. И убрала все весь волосяной покров, который мне мешает и который мне не нужен. Вот. Теперь я красивая и довольная. Гладкая, лысая. Ну там, где надо. такая вот у нас масочку делала на морде лица. Замечательная, замечательная погода. Знаете, вот сегодня как-то не жарко. Сегодня прям хорошо на улице. Ну что, будем прощаться с вами до завтра. Так что подписывайтесь. Завтра будем с вами купаться. Люди говорят, вода вроде бы ничего. Но я не верю никому, потому что для одного она ледяная, для другого теплая, поэтому надо самой все попробовать и узнать. Вот завтра попробуем и узнаем. Да, Чучи? Че ты мечешься туда-сюда? Ну, расскажи нам что-нибудь. Ой, ревнеец, ревнеец бежит, ревнеец бежит. Надо сейчас тут пропылесосить. Скажи всем пока. Чарли, скажи всем пока-пока. Не, не хочешь? Ну ладно, ты тогда скажи. В общем, я сейчас буду воды ему наливать, пожрать ему дам, цветы, что он, наверное, их опрыскивать буду. Ну, это брык-брык-брык, потому что поливать-то я их полила вроде бы как. Хотя сегодня жара, вот опять жарко, не пойму, как их поливать. Ну ладно, разберемся. Как-нибудь разберемся. Ну что, встретимся с вами завтра. Все, самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok